Это главные новости Екатеринбурга и мы продолжаем выпуск. На набережной и сети не будет луж. На участке вдоль реки между улицами Малышева и Куйбышева уложили уникальное для нашего региона покрытие. Терровей. Оно быстро впитывает воду. Какие еще новшества появились после реконструкции прогулочной зоны, оценил вице-мэр Екатеринбурга Алексей Бубнов. Вместе с ним по новой набережной прогулялась и наша коллега Мария Новикова. Маша, что интересного ты углядела? Маша, мы здесь. Да, коллеги, вечер добрый. Как вы видите, голова идет кругом от того, как изменилась набережная. Мы сейчас находимся на набережной и сети, где только что прошла инспекция вот такого абсолютного новодела. Здесь, напомню, продолжается ремонт. Что же здесь успели сделать? Как вы видите, появилась детская площадка. Уверена, что от детей здесь точно отбоя не будет. Лазанки, различные карусели. Кстати, еще качель появится, как нам пообещали. Но отдельного внимания заслуживает покрытие. Оно похоже на резину и, по крайней мере, оно вот такое вот мягкое. На нем удобно и прыгать, и бегать. Но я думаю, что если дети упадут, то ничего страшного. Ну, и если мы посмотрим на саму набережную, то дорожки, как вы видите, облицованы плиткой. И ноу-хау, абсолютным ноу-хау новой набережной стало покрытие, которое, на первый взгляд, походит на асфальт. Но на самом деле это уникальное, впервые использующееся в Екатеринбурге покрытие TerraWay. Что же это за открытие? Пойдемте проверим и заодно вам покажу. Это покрытие дренажное. Оно отводит воду. То есть, если вода попадает на него, то, по идее, вода просто должна просочиться. Проведем небольшой следственный эксперимент. Вот тут у меня водичка. Давайте посмотрим. Наливаем ее щедро на покрытие. Как вы видите, ну, не следа, просто темный след остался. Вместе с тем, как будет это реагировать, покрытие на наши уральские перепады температуры, пока что неизвестно, как нам отметили в администрации города. Будем, что называется, посмотреть. Ну и вся эта красота, я напомню, продолжается непосредственно до улицы Куйбышева. Но, как нам пообещали, через три недели сквозной проход все-таки откроют. А вот этот забор, который сейчас закрывают с улицы Малышева, вполне возможно, что уберут уже в ближайшие дни. С тем, чтобы горожане в день рождения Екатеринбурга смогли прогуляться по новой набережной. Ну и, как вы понимаете, не заканчивается все здесь, на этом отрезке. Ну, о дальнейших планах нам рассказал заместитель главы Екатеринбурга Алексей Бубнов. Давайте послушаем. Следующий этап – это благоустройство набережной до улицы Декабристов. От Куйбышева до Декабристов в рамках работ, которые запланированы по строительству ледовой арены у ГМК. А сам город Екатеринбург, муниципальное образование, начинает и продолжает работы от Макаровского моста в сторону Института путей сообщений по старому. Ну и, как нам пообещали в городской администрации, в абсолютно новый шикарный наряд вся и сеть оденется к 300-летию Екатеринбурга. Ребята, я вас приглашаю сюда погулять и возвращаюсь к вам в студию. Спасибо, Маша. С нами на связи была на прямом включении наша коллега Мария Новикова. Мы продолжаем.